Я криминальный журналист. В моих архивах исключительной важности дела. Большинство из них под грифом «секретно». О них вы не узнаете из газет или журналов, как и о тех людях, кто разоблачал жуткие злодеяния преступников. Сегодня одно из таких загадочных и чрезвычайно необычных дел. Февраль 1977 года. Ленинград. Известный артист Анатолий Минц вышел на улицу. На мгновение остановился. Вдруг раздался сильный грохот. На мужчину с крыши обрушилась огромная глыба льда. Несчастный даже не успел закричать. Случайность? Или кто-то умышленно сбросил лед артисту на голову? Как выяснится позднее, это был лишь один эпизод в громкой детективной истории. Впрочем, пусть обо всем расскажут профессионалы. Аркадий Крамарев. 30 лет прослужил в милиции. Прошел путь от оперуполномоченного до генерала, начальника ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Владимир Колесник. В милицию попал совсем молодым. Не раз рисковал жизнью при задержании особо опасных преступников. 77-й год. В США проводятся ядерные испытания. И провожают в последний путь Элвиса Пресли. Проститься с кумиром миллионов приходит 75 тысяч поклонников. На мировые экраны выходит блокбастер «Звездные войны». А в СССР готовится отметить 60-летие Великого Октября. В стране принимают Брежневскую конституцию. В магазинах дефицит. Иногда выбрасывают финские сапоги, сервелат или сгущенку. Зато есть работа и уверенность в завтрашнем дне. Наша история началась именно в этом году. В Ленинграде. Случайный прохожий нашел окровавленного мужчину. Он тут же вспомнил, почему ему знаком этот человек. Ведь это же любимый артист из «Голубого огонька» Анатолий Минц. Владимир Котосов и Анатолий Минц. Мы очень любим гулять по улицам нашего родного Ленинграда. Пострадавшего немедленно доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь актера. Срочная операция длилась почти 6 часов. Но ранение было слишком серьезным. Задет головной мозг. Выживет ли знаменитый артист? Но через три дня Анатолий Минц умер. Не приходя в сознание. Несмотря на титанические усилия врачей. Это народный артист РСФЦР Владимир Котосов. Друг Минца по театру. С гастролями объехали всю страну. Однажды он узнал. Гибель Анатолия могла быть не случайной. После похорон Минца к Татусову подошел незнакомец. Очень больно много десюлит на шее. Значит, на золотой цепочке какая-то иконочка. На второй золотой цепочке крестик. На третьей золотой цепочке какая-то хренотень бесит. Я не знаю, что это значит. Молодой человек уверял, ему известно о гибели Минца гораздо больше. Больше? Но что именно? Какими загадками он стал говорить, мол. Что, мол, случайно это или не случайно. Так он намекал на это. Неужели ледяную глыбу сбросили специально, чтобы разделаться с артистом? Но зачем? Чья-то месть? Или что-то иное? А между тем, незадолго до смерти актер ходил какой-то подавленный. Может, ему угрожали? Но кто? И главное, чего он боялся? За два года до гибели Анатолия Минца. Свет в этом окне не горел. В парадную вошли трое. Они быстро поднялись на четвертый этаж. И остановились у входной двери. На всякий случай нажали на звонок. А вдруг в квартире кто-то есть? Главное кивнул. Давай. Человек маленького роста достал отмычку. Пара движений и дверь открылась. Квартиру перевернули вверх дно. Но почему-то не тронули содержимое шкафов. Искали явно другое. Но что? Редкая коллекция монет. Ее нашли на верхней полке антресоли, завернутую в тряпки. Хозяина дома не было. Он разминулся с неизвестными на считанные минуты. А приди чуть раньше, точно получил бы удар ножом в сердце. Этим хозяином был известный актер Анатолий Минц. Он, конечно, не догадывался. Судьбой ему уготована совершенно другая смерть. Не от клинка бандита. Бешеный куш. Как ограбили знаменитого артиста. У меня украли всю коллекцию русских монет. И рыдает. У вас есть ценности? Тогда он идет к вам. Это очень опасно, когда я бы спросил. Ледяная глыба и пытки пенсионеров. Кровь и золото, слезы и бриллианты. По кличке Горбатый. Криминальная драма длиною в жизнь. Минц был заядлым коллекционером. Собирал монеты всю жизнь. Потерять в одночасье огромные ценности было для него жестоким ударом. Володя, у меня горе. Я же с мамой что? Мне страшнее. Знаете, вот так вот. Истерика, что случится? Говори уже. У меня украли всю коллекцию русских монет. Вот все, рыдает. Грабители не оставили никаких следов. Работали быстро, умело. И знаменитый актер Анатолий Минц был далеко не первым в списке потерпевших. Это Аркадий Крамовев, генерал-майор в отставке. А в те годы начальник следственного отдела. Именно он одним из первых прибыл на место происшествия. Были актеры, были руководители предприятий, директора магазинов. Богатые над тем временем люди, которые смешно сейчас их считать было бы богатыми, когда он имеет автомобиль «Жигули». В те времена купить «Жигули» было совсем непросто. Только по очереди длинною в несколько лет или втридорога у спекулянтов. Этот магазин открылся в Саратове. В центре внимания, разумеется, новинка. Помню, наш сосед дядя Витя копил на машину 10 лет и, наконец, обзавелся вожделенным авто. Что тут началось? Покупку отмечали неделю. Вино и водка лились рекой. Такое событие. Хорошо дядя Витя был в отпуске, а то бы точно с работы выгнали за прогулы. Чудо советского автопрома было и у Минца. Однако получил он его куда проще, чем дядя Витя. Берет какую-то ржавую, корявую монетку. Вот видишь это? Это оно и что это? Вот завтра темно-вишневого цвета «Жигули» третья модель будет стоять против окна. А я отдам за это вот эту вот монетку. Я думал, что он меня разыграет. Он на завтра подъезжает к моему дому на «Жигули». А ведь похищенная коллекция насчитывала более сотни таких монет. Дело было нешуточное. Речь шла об огромных деньгах. И значит, как утверждают бывалые сыщики, скоро должна была пролиться кровь. Между тем, по Ленинграду прокатилась целая волна ограблений. Вот выписки из моего архива. 10 февраля. Ограблен директор продуктового магазина. Мужчине при сопротивлении выбили зубы. Хорошо не убили. Из квартиры исчезли иконы и столовая серебра. 18 февраля. Налет на квартиру инженера крупного предприятия. И снова. Золото, антиквариат, старинный фарфор. Угрозы отрезать пальцы и уши. 8 марта. Ограбление заведующего ателье. Налетчики оглушили жертву тупым предметом. А затем усыпили хлороформу. Несчастный остался калекой на всю жизнь. За несколько месяцев 11 нападений. Такого Ленинград не знал со времен знаменитого налетчика 20-х годов Леньки Пантелеон. Десятка-полтора примерно налетов. Если даже по одному в неделю, то было посоветие столько времени. Они не раскрыты. Вот все эти нераскрыты мы собрали. А это было очень непросто. Ведь многие потерпевшие молчали. Заявишь, а они тебе перо в бок или штопор в почку. Ограбленный артист Анатолий Минц не побоялся вызвать милицию. И вскоре погиб при загадочных обстоятельствах. Работая над этим делом, у меня возник вопрос. Откуда у отдельных граждан Ленинграда скопились поистине миллионные коллекции. И вот, что удалось выяснить. Блокада. Мало кто знает, какой это был кошмар. От голода умирали самые близкие. Умирали дети. Моя бабушка, потеряв зимой 41-го грудного ребенка, хранила его за окном, чтобы иметь дополнительный паек и кормить других детей. Говорили о случаях видаедства. А золото и бриллианты меняли на кусочек хлеба. Увы, именно тогда появились подлецы, которые сумели сколотить целые состояния, скупая за бесценок старинные картины, драгоценности, антиквариат. Как правило, они имели доступ к продовольственным складам и карточкам. И, несмотря на расстрелы, совершали хищение. Сыщики продолжали расследование таинственных налетов. Каждое преступление было тщательно подготовлено. Работали профессионалы. Но кто стоит за чередой ограблений? В тот вечер пенсионерка Дарья Ивановна Круглова возвращалась домой. В парадной увидела коллегу с горбом. Мужчина отчего-то деланно посмотрел на часы. Ждет кого-то. Но на всякий случай старушка поинтересовалась. А вы, гражданин, собственно, к кому? Незнакомец назвал имя Света. Круглова успокоилась. Светлана действительно жила на четвертом этаже. А утром Дарья Ивановна узнала. Зверски избит и ограблен пожилой сосед. Вынесли иконы. Несчастный старик от жестокого удара ослеп на один глаз. Это очень опасно, когда людей грабят в хоррехах. Это очень шокирующее впечатление. Потому что люди подсознательно считают, что дом – это я в безопасности. А вдруг у тебя в самом таком месте, где ты считал, что ты был на 100% в безопасности. И все это разрушается. Кто же он, таинственный горбун? Случайно появился в подъезде? Или причастен к разбою? Владимир Колесник, в то время оперативный сотрудник, вспоминал. Дело – стопроцентный глухарь. Мы, как бы сказать, с опаской, с интересом взяли это дело. Потому что прекрасно понимали, что сложно будет, как говорится, его разрабатывать. И поиметь в ближайшее время результат какой-то. Исследование личинки замка показало – налетчики воспользовались отмычкой. Я был знаком с одним старым ключником, когда он уже завязал. Был профессионалом высочайшего класса. Таких уже практически нет. Виртуозно открывал любой замок. Жулики часто вызывали его на дело. А потом он удалялся и получал свой гонорар. Аркадий Крамарев приходит к выводу – у бандитов есть свой ключник. Иначе чем объяснить разницу в показаниях? Жертвы ограблений упоминают о двух налетчиках. А свидетели видели троих. Значит, кто-то открывает двери и уходит. А дальше налетчики работают сами. В то утро на окраину Ленинграда мчалась скорая. У 80-летней старушки сердечный приступ. Из квартиры вынесли чудотворную икону, доставшуюся еще от прабабушки. На место происшествия прибывают Крамарев и Колесник. Так и есть. Входная дверь открыта с помощью отмычки. Пенсионерка хорошо запомнила – бандитами руководил горбом. Он даже проявил сочувствие. Горбатый давал иногда даже валидол. Если жертве будет плохо, он просил ей помочь. Женщина смогла описать главаря. Правильные черты лица, темные волосы, карие глаза. Но главное – горб. В нем было что-то ненатуральное. Неужели маскарад? Накладной горб. Поразительная мистификация. Засада в ресторане. Видимо, заводил какие-то знакомства. И новые преступления. Он бегал от нас, мы за ним бегали. Как вор в законе превратился в барона. Кровь и золото, слезы и бриллианты. По кличке Горбатый. Криминальная драма длинною в жизнь. 77-й год. Ленинград. Свои информаторы есть не только у преступников. Они есть и у сыщиков. Но даже сегодня ветераны Крамарев и Колесник наотрез отказались раскрывать подробности той, агентурной операции. Скажем лишь, что им удалось найти наводчика неуловимой банды и убедить его сдать главаря. В уголовном мире его называли Горбатый. За накладной горб. В миру Юрий Алексеев. Большой ценитель антиквариата. Это был настоящий криминальный генерал. Организованной преступностью он общался с людьми и с профессиональной преступностью, с профессиональными дворами, и карманниками, и с кокарями, и другими квартирниками, и еще там, ну, различными. Теперь сыщики знали своего противника. Однако, где его искать? Оперативный сотрудник Владимир Колесник получает задание. Вычислить адреса Малин, где может отсиживаться Горбатый. Сложно против него работать. Человек довольно опытный. Знает методы работы милиции или уголовного розыска. А между тем Горбатый обнаглел. И очень скоро произошла самая настоящая схватка. В тот день в музее открывали новую экспозицию. Некий мужчина в элегантном костюме внимательно осматривал экспонаты. Посетителям и в голову бы не пришло. Перед ними сам Юрий Алексеев. Он же Горбатый. Главарь сознательно шел на риск. Расчет прямой. Завести разговор с кем-то из коллекционеров, напроситься в гости. А дальше? Дальше отмычка, налет, деньги, женщины, воровская жизнь. Он, во-первых, очень хорошо ориентировался вообще в живописи. Он на выставке любил ходить, по музеям ходил. Видимо, заводил какие-то знакомства, узнавал что-то про среду собирателей и так далее. На этот раз Горбатый просчитался. На выставке дежурил переодетый оперативник. Брать в одиночку не решился. Бандит вполне мог быть вооружен и открыть стрельбу. Вызвал подмогу. Сыщики опоздали. На выставке обаятельный Горбатый действительно завязал знакомство с крупным коллекционером и направился к нему в гости. Ситуация осложнялась. При задержании Алексеев, скорее всего, возьмет антиквара в заложники. И что тогда? Решили задержать преступника, как только он выйдет из квартиры. Однако время шло, а неуловимого грабителя все не было. Куда же он делся? Оказалось, Горбатый почувствовал неладное, поднялся на чердак и ушел по питерским крышам. Я считаю, что у нас была борьба с ним. Он бегал от нас, мы за ним бегали, мы соперничали. И он прекрасно понимал, наша цель была как можно больше раскрыть преступление. Но бандит прекрасно понимал. Он сильно засветился. И его активно ищут. Отныне Горбатый часто менял конспиративные квартиры. Нигде долго, никогда не задерживался. Оперативники не успевали за его перемещением. Приезжали на указанный осведомителями адрес, а Горбатого уже и след простыл. Взволнованная женщина набрала 0,2. Несчастная умоляла милиционеров приехать. Все время плакала в трубку и твердила, меня едва не убили. Уже через несколько минут на месте происшествия работали оперативники. Пострадавшая сообщила, в ночь нападения была дома одна. Муж, бывший фронтовик, в отъезде. В квартиру полковника в отставке ворвались двое. Преступники пригрозили пистолетом. Испуганная женщина тут же рассказала, где хранится коллекция орудий. А потом, когда бандиты ушли, сразу позвонила в милицию. Пострадавшая сообщила, обратила внимание на худощавого человека с Горбом, главаря налетчиков. Он появился позже и почему-то ругал своих подчиненных за то, что взяли на дело пистолет. Почему? Об этом сыщики узнают много позднее. Одна из похищенных вещей вскоре всплыла. Старинный клинок подарили известному академику на 60-летний юбилей. Среди гостей на дне рождения оказался искусствовед. Он и признал раритет. Клинок был ворован. Академик был готов провалиться сквозь землю. Многие же вещи, которые добыты преступным путем, они передавались там где-то через одни и другие руки и потом доходили до людей, которые вообще знать не знали, что они ворованы. Подарок очень шикарный. Оперативники опрашивали десятки людей, чтобы найти хоть какую-то зацепку. Это стоило больших усилий. Владимир Колесник вспоминал. Буквально падал от усталости, когда возвращался домой. И вскоре удача улыбнулась сыщикам. Они вышли на человека, который сдал краденую вещь в антикварный магазин. Это был один из подельников Горбатого. Испугавшись, он указал место, где бывает его шеф. В советское время попасть в приличный ресторан было делом непростым. На улице обычно толпились десятки желающих. Знающие прижимали к стеклу свернутую трешку. Своеобразный входной билет. Заплатил взятку, и ты в раю советского общепита. Молдавские вина, котлеты по-киевски, фаршированная щука и бутерброды с икрой. А в конце трапезы обязательно кофе с коньячком. Это ритуал. В те времена рестораны регулярно посещали люди состоятельные. Ведь выкроить с зарплаты 10-15 рублей, чтобы устроить себе маленький праздник, мог далеко не каждый советский человек. Хорошо одетый мужчина сел за столик. Можно было принять его за партийного работника или директора универсала. Трудно было представить. Это бандит. По ночам он выходит на дело. Оперативники устроили засаду в ресторане. Но опытному вору удается бежать через черный ход. А там его уже ждет машина, и он растворяется в темноте. Крамарев разрабатывает спецоперацию по поимке Горбатого. В воровской малине работают его агенты. С риском для жизни. Это же тяжелая, очень интересная вещь, когда работают с человеком, который дает вам информацию. Если там внедрен оперативник, вы сами понимаете, что чуть-чуть только то ему голову отрежут к вечеру. Сыщик чертит схему. Вот район, где чаще всего совершаются налеты. Самое сердце Ленинграда. Невский проспект. И это вполне объяснимо. Здесь живут известные люди. Артисты, директора предприятий, коллекционеры. Крамарев не сомневается. Горбатый скрывается в центре. Но где? Сыщики выходят на подельника Горбатого. По кличке Резанный. Крамарев принимает решение установить прослушку его домашнего телефона. Может быть, эта ниточка приведет к главарю. Прослушка. Это сейчас шпионские штучки можно легко купить по интернету. Вот, к примеру, самый миниатюрный жучок. Обладает сверхчувствительными микрофонами. При этом запись может производиться на расстоянии до 12 метров. Почти 150 часов подряд. А это телефонный жучок с беспроводным радиомикрофоном. Записывает разговоры без пауз. Запись возобновляется, как только абонент поднимает трубку. И так почти 290 часов без перерыва. В СССР такое трудно было представить. Для того, чтобы хорошенько послушать, нужно, во-первых, чтобы оставить следы круглосуточно, то нужно человек пять, чтобы обслуживать. И микро, кроме той техники, которой, как правило, ей не хватало. Поэтому сложно было тогда добиться. Сейчас этим занимаются все коммунилиндеры, частные сыскные, частные детективы. Оперативники продолжают слушать резаного. Несколько дней ничего подозрительного. Сообщник осторожен. Будто интуитивно чувствует. За ним следят. Но однажды раздался звонок. На линии был горбатый. 82-й год. Ленинград. Звонок подельнику засекли. Звонили с улицы Тюрина, дом 34. Туда немедленно выехали группы задержания. Он подходил к дому. И не догадывался, у парадной дежурят оперативники. Однако в самый последний момент произошло неожиданное. Преступник словно почувствовал опасность. Горбатый бросился во двор. Видимо, надеялся уйти проходными дворами, которыми так славится Питер. Тщетно. На этот раз ленинградская милиция сработала блестяще. Когда мы его задержали, он мне подарил свою визитку, на которой было написано «Главный специалист города Ленинграда по антиквариату». После задержания Горбатого закрыли в отдельной камере. Потому что боялись утечки информации. Он был у нас рядом, под боком. Мы общались с ним довольно плотно, часто. Каждый день по нескольких часов. В квартире главаря провели обыск. И нашли украденные вещи. Старинную посуду, иконы, золото, картины, драгоценности. Дом Горбатого напоминал музей. Кругом сплошные экспонаты. Бандит любил окружать себя старинными вещами. Будучи преступником, он каждый день держал уникальные вещи в своих руках. Большой интерес у сыщиков вызвала записная книжка Горбатого. В ней были фамилии и адреса потенциальных жертв. Преступник старательно зачеркивал имена тех, у кого они уже побывали. Но неотработанных фамилий было еще предостаточно. Ему кто-то их сообщал. Вот когда им сообщали, своим экспертам он доверял. Видимо, они достаточно были квалифицированные люди. Опытному сыщику удалось разговорить бандита. Аркадий Крамарев отыскал тот самый ключик к душе вора. Выглядело-то примерно так, Аркадий Григорьевич. Вы знаете, вот у вас кадровая проблема. У вас нет квалифицированных следователей. А знаете, как у нас-то тяжело. Вот идем мы, я им говорю, оружие с собой не брать. Какой-нибудь идиот обязательно возьмет с собой нож или пистолет. Мне приходится их обыскивать, чтобы они не брали с собой оружие. Я ему говорю, ты берешь с собой нож, это себе ты берешь лишних пять лет. Не понимают. Так вот, почему при очередном ограблении главарь прямо на глазах жертвы отругал подельника за пистолет. Не хотел рисковать зря. История Горбатова потрясла сыщиков. Его жизнь как роман. Бери и пиши. Где он провел последние дни? На пороге вот этой смерти обычно человек просто выговорится. И как попал в культовое кино? Кровь и золото, слезы и бриллианты. По кличке Горбатый. Криминальная драма длиною в жизнь. Юрий Алексеев родился в интеллигентной семье. Отец – главный механик завода, мать – крупный банковский работник. Крестным у матери был личный шофер Ленина – Степан Гиль. В 37-м расстреляли отца. И жизнь Юрки перевернулась. В 15-м впервые украл. На дело пошел с одноклассниками. Добычу, дорогой воротник, продали. А потом необычно пропили. Купили молока. Осудили только его. Как сына врага народа. Он оказался в детской колонии. И вот оно. Начало воровской жизни. И так 27 лет из 62. Проживал по тюрьму. Нигде не работал. Профессии не имел, как и положено. Вор в законе. Ну и, соответственно, он себя вел в местах лишения свободы. Первые воры в законе появились в начале 30-х годов прошлого века. Это была элита преступного мира, четко выполняющая воровской кодекс. Вор в законе не имел права жениться, сотрудничать с государственными органами, служить в армии, копить деньги. С конца 80-х все изменилось. Воры разъезжают в дорогих автомобилях, возводят шикарные особняки. И давно отошли от воровских традиций. Сейчас есть воры в законе, которые имеют всего одну ходку. И произвели воры в законе за деньги. Это вообще позор. Настоящие воры в законе в гробах сейчас переворачиваются. О том, какие слабаки сейчас этим статусом обладают. Горбатый чтил воровской устав. И жил по понятиям. Хотя, конечно, позволял себе некоторые отступления от правил. Я ему спрашивал по поводу вот жены. Я говорю, ну как, ворам же не положено, у вас же есть. Он говорит, ну, она же неофициально там. Я говорю, ну, дети есть там. Ну, так вот все время как бы, да. Он говорит, ну, нельзя же буквально, да. Марксизм не догма, а руководство к действию. Это тоже у него такая присказка была. На допросах Горбатый вел себя уверенно. Убрал только то, что доказано. Когда все доказано, он говорил, ну, ладно, начальник, ты мне уговорил, это мое. Горбатый рассказывал, бедных никогда не грабил. На музее тоже не посягал. Это место общественное для всеобщего обозрения. В Питере почему любил, если так можно сказать, работать? Он говорит, а здесь, говорит, самые грязные коллекции. Здесь же, говорит, в блокаду такое творилось. И люди за кусок хлеба давали невероятные совершенно ценности. Вот самые-самые крутые питерские коллекции, они все на крови и смерти, да, потому что это вот блокадные. И таких, с его точки зрения, грабить, это просто божье дело. Его осудили на 10 лет. И он опять оказался в привычной для себя среде. Отмотав срок, Горбатый вышел на свободу. Сколотил новую банду и снова угодил за решетку, будучи уже смертельно больным. В тюремной больнице диагностировали рак в последней стадии. На этот раз вор в законе прекрасно понимал, эта ходка будет последней. 92-й год. Ленинград. Журналист Андрей Константинов встретился с умирающим Горбатым в изоляторе. Это была последняя исповедь вора. Он не умирал просто. Действительно видно было по нему, что, в общем, все. Месяцы ему остались как бы. На пороге вот этой смерти обычно человек просто выговорится. А через несколько лет по телевидению показали сериал «Бандитский Петербург» по книге Андрея Константинова, Горбатый так и не узнал, что стал прототипом киногероя Барона. По иронии судьбы, роль Барона досталась Кириллу Лавру. Только на съемках картины народный артист узнал. Оказывается, он был знаком с Горбатым, но принимал его за коллекционера и не догадывался. Перед ним вор в законе, которого ищет вся советская милиция. Вы представляете, и бывал у него, и чаи пивал из сервизов, которые он рассказывал, какие сервизы у него были, какая была посуда, и как все было, вы знаете, изысканно. Аристократически изысканный дом. После фильма Лаврова завалили гневными письмами. Зрители негодовали, как он мог сыграть уголовника. Как вы, наш символ, символ офицера морского, символ милиционера, символ летчика, наш башкирца, наш Владимир Ильич, могли опуститься до того, чтобы сыграть вора в законе. Горбатого похоронили тихо, без лишнего шума. Времена круто изменились. Распался СССР. Впереди Аркадия Крамарева ждали генеральские погоны и высокий пост начальника всей питерской милиции. Владимир Колесник также получил повышение. Подходили лихие 90-е, а с ними новые главари, которые уже не сомневались, брать ли на дело пистолет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова